Доброе утро! Время новостей. В студии Анна Москаленко. Давайте начнем выпуск. В полтора раза возросло количество возгораний на территории региона по сравнению с прошлым годом. Итоги пожароопасного сезона обсудили в Краевом правительстве. С апреля по ноябрь ликвидированы 697 лесных пожаров. На заседании отметили, что суммарная площадь возгораний увеличилась. Она достигла почти 11 тысяч гектаров. По словам министра природных ресурсов и экологии Алтайского края Андрея Стрелковского, зачастую к пожарам приводили аномально жаркие весна и лето, а также отсутствие дождей. Отмечаем для себя, что при этом половина пожаров все-таки это результаты того, что, по-моему, можно было бы предотвратить. Наша система сегодня надзора, контроля, охраны всего этого не позволяет с этим делом разобраться. Это оценка нашей системы и нашей работы. Начальник Краевого управления МЧС Александр Макаров заявил, что для более успешной борьбы с возгораниями необходимо усилить уровень взаимодействия ведомства с лесной охраной, а также с органами местного самоуправления. Как показывает практика прошлых лет, для ликвидации возгорания сухой растительности за пределами населенных пунктов в основном привлекаются подразделения федеральной противопожарной службы. Хотя главная их задача – защита населенных пунктов. Поэтому для своевременного реагирования и ликвидации возгорания на начальной стадии необходима работа патрульно-маневренных и маневренных групп. Эффективность работы групп подтверждена временем. Также глава МЧС отметил, что трагических последствий пожароопасный период в регионе допущено не было. По итогам заседания губернатор Виктор Томенко поручил ведомствам более ответственно подходить к установке причин возгораний и их предотвращению. Мемориальную доску в память о наших земляках, которые погибли во время специальной военной операции на Украине, открыли в Славгородском аграрном техникуме. Выпускников образовательного учреждения Максима Коренова и Александра Мастыпака наградили орденами мужества посмертно. Почтить память героев собрались друзья, родственники и сослуживцы. Терпение, самое главное терпение родителям. Это боль, которая непереживаемая. Она будет до конца жизни их сопровождать, к сожалению. Ну и поклониться опять родителям обоих героев, потому что действительно воспитали достойных людей. Юные инспекторы движения из Славгородской средней школы номер 15 организовали профилактическую акцию «Ангел в дорогу». Ее цель простая, но при этом важная. Обратить внимание всех людей планеты к очень печальному факту, что, к сожалению, на дорогах у нас ежедневно люди получают серьезные травмы, а порой и гибнут. Как взрослые, так и дети. Дети дарили водителям бумажных ангелов. Сделали их своими руками. Они обращались к автомобилистам с просьбой не нарушать правила дорожного движения, а также всегда снижать скорость перед пешеходными переходами. А я продолжу выпуск. Студенты и преподаватели Алтайского государственного аграрного университета теперь потенциальные доноры костного мозга. Во время акции в поддержку Национального регистра доноров, которая длилась два дня, им рассказали, что трансплантация необходима, чтобы спасти жизни людям с раком крови и наследственными заболеваниями. Отмечу, что просветительскую акцию посетили больше 250 студентов и преподавателей. После лекции 85 человек сдали мазок из полости рта, чтобы их внесли в реестр потенциальных доноров. Если кто-то из них окажется генетическим близнецом больного человека, сотрудники регистра свяжутся и расскажут, что делать дальше. Алтайские лесники из Шипуновского района сфотографировали семейство диких кабанов в селе Самсоново. Фотографии выложили на официальной странице регионального Минприроды во Вконтакте. На них мама кабаниха неспешно прогуливается с тремя своими детенышами. Лесники предполагают, что животные изобрели в село в поисках пищи. Вообще-то в лесу их редко встретишь, не то что в селе. Нам очень повезло их увидеть. На этом у меня все. Нашим телезрителям я хочу напомнить, что эти и другие новости вы всегда можете найти на нашем официальном сайте katun24.ru, а также в группах нашего телеканала в социальных сетях. Не переключайтесь. Желаю вам хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова